Привет! Здорово, Серег! Что делаешь? Вот новые эти трафареты получил, хочу испытывать. Интересно тебе? Ну давай. Я уже шоколад приготовил, сейчас попробуем, посмотрим, что это такое. Что нового-то? Рассказывай. Да черт тебя знает. У тебя новинки, у нас-то что? Ну ты бери, ты продавай. Вот прикольная штука. Мега шприц? Да, удобно очень работать с ним. Силикон? Да, силикон, ты знаешь, мне очень нравится его использовать, потому что когда пьешь шоколад из миски, очень часто ты пьешь очень много. Ну да, избыточно. Избыточно, чересчур. Вот, а здесь ты всегда можно даже меньше, да? Да, можно очень четко просто на самом деле лить. Прикольно. Заготовки, да? Это будут заготовки для конфет, то есть, ты знаешь, для тех... Ну, отсаживать трюфели, понятно. Ну, даже не совсем трюфель, я думаю, что это знаешь, как... А, корпус? Ой, в смысле, это самые, обливные, обливные. Да, для тех людей, у которых нет гитары, очень хочется делать обливную конфету. Да, качественную. Причем, ну, прикольно, да, с точки зрения оформления вообще здорово. То есть, можно, причем, даже, знаешь, на гитаре, кстати говоря, не сделать такого, такого вот размера. Ну, так-то... Ну, ничего страшного, я еще неопытный. В плане, как бы, с первый раз этой формы работаю. Так. Давайте я подержу прямо сюда, давай. Ага, спасибо. Так. О, смотри, как хорошо. Шоколад кристаллизуется очень быстро. Сейчас, погоди. Да, скорее надо. Угу. Быстро очень работает. Шоколад Ладик, у нас еще и прохладный кондиционер стоит. Сейчас второй еще попробуем залезть. Нет, нет, снимай сразу. Все, снимай, шаблон снимай. Чем быстрее снимешь шаблон, тем лучше. У тебя должны остаться готовые фишки. Я вам поднимаю, вы не боитесь, не боитесь. Они пока еще достаточно гибкие. Но уже застывшие. Но уже застывшие. То есть, надо просто быстрее работать. Извини, дорогой, я тебе под руку в лес со своей видеокамерой. Да не страшно. Вау. Ну, в общем, понятно. Сейчас получилось. Сейчас следующую сделаем. Я думаю, будет получше. Подогреем еще шоколад немножко. Так. Микроволновки. Слушай, очень быстро, да? Быстро очень, да, кристаллизуется шоколадом? Хороший шоколад. Правильно, темперируем. Правильно, темперируем. Я думаю, что это, кстати, основной показатель, поскольку хорошо и правильно получилось кристаллизовать шоколад. Если он очень быстро застывает, не успеваешь с ним работать, то можно предположить, что степень кристаллизации в нем достаточно. 29,2. Буквально еще сейчас чуть-чуть разогреем. Попробуем следующий портовер. 5 секунд всего, да? Раз, два, три, четыре, пять. Так. 30 градусов. Ну, что, нормально. Ну, отлично. Слушай, давай еще вот сейчас кружочки попробуем. Давай, да подальше положи туда, чтобы легче было снимать. Давай мы тогда вот так делаем. Да, давай вот так вот делаем. Так, и снова шприц. Шприц полностью силиконовый. Можно в микроволновку засовывать. Да. Это прикольно. То есть, если там позастыл шоколад, я его просто в микроволновку закидываю. Буквально секунд 15. Ну, или феном погреть, да? Или феном. Ну, на самом деле, можно научиться так с ним работать, что в нем не застынет шоколад. Нужно просто почищать его. Ну, прокачивать теплым шоколадом. Да. Ну-ка попробуем. Раз, два, три. О, вот так вот лучше смотреть. Меньше, меньше можно. Меньше. Да, да, да. Конечно, вот точки вставь просто в центр и все. Маленькие. Ага. Вот, смотри, как хорошо, да, пошло? Тонкую линию рисуй фактически все. А, кусочек попробуй. Тоньше, тоньше. А, кусочек. Да. А, и все отлично. Все размажется сейчас. Да. Даже все равно много, да, получилось? Да, конечно. Я же тебе говорю, что можно было меньше. Слушай, пищевой пластик, да, получается такой прикольный, прозрачный. Да. Удобно сразу видно. А ты тут счищай туда, на ту сторону, просто вот на пергамент. Сейчас, да, ну, как-то не хочется, знаешь, грязь разводить. А он потом застынет и все, и ты его снимешь с пергамента прямо, все отлично будет. Ну, можно и так, но давай все-таки будем стараться сразу изначально все, все лишнее собирать, чтобы не оставалось на рабочем столе. Что-то надо еще подзачистить. Хорошо бы все-таки чем-то вот придержишь, да? Угу. О, я сейчас оп, и зачищу. А, я тебе, знаешь, что скажу, надо было сделать? Надо было вот эту пластиковую штучку вот эту приклеить буквально, да, на четыре точки шоколада. Не-не-не, просто на шоколад. Да, кстати, хорошо. Вспомни, как дядя Кагир сделал, да? Да-да-да. Чпок-чпок-чпок и все. Ну, вот у нас же еще осталось две формы. Сейчас мы попробуем сделать. Что, снимаем, да? Давай, держи этот самый, а я дерну вверх. Давай. Вот и красота. Вот и красота. Вот оно. Можно ее зачистить и использовать повторно, не мое. Потому что мыть испачканный шоколадом инструмент не всегда полезное занятие. Слушай, что еще? Ну попробуем давай. Вот, кстати, видишь, какой... Слушай, ну давай уже закристаллизуем эти. Хотя, мне кажется, можно прямо сейчас насаживать начинку. Давай лучше начинку отсадим, не будем пробовать еще. Думаешь, не стоит? Ну, конечно. Ну, давай, вдруг красиво сейчас получится. Давай, давай. А, ну, в плане долгого времени. Ну, давай. Да, давай. Бери мешок. Сейчас мы возьмем наш любимый крем-алекард. Сублимированный ягод, да? Да, я добавил туда чуть-чуть мелкотолченой сублимированной клубники. Надо обязательно хранить в плотно закрытой посуде. А иначе что будет? А, иначе она размякнет. Но нас, конечно же, она интересовала прежде всего как порошок. Видите, он по сути белый. Видно, да, Серега? Так становится, да, с клубничным цветом. Ага. Я добавил совсем немножко ягоды, можно было добавить побольше. Тогда будет ярко насыщенный клубничный цвет. И замечательный аромат ягоды. Ягоды как свежие, прямо обалденно ароматные. Совершенно четкая штука с точки зрения микробиологии. Сублимированные ягоды не содержат воды. Давай по микробиологии расскажи-ка нам, что там про микробиологию? Ну, внешне ничего не заводится, они же сухие. Ну да. И? Ты знаешь, как делают сублимированные ягоды? Нет, расскажи мне. Ну, в двух словах, используется метод, которым сушат белье на морозе. Когда на мороз выставляют, вывешивают белье, сырое и мокрое, из него влага выходит фактически на молекулярном уровне. Молекулы воды очень маленькие, они легко просачиваются. И за счет сильного мороза буквально выветриваются из белья. Здесь происходит то же самое. Ягоду замораживают в вакууме, и вода очень быстро оттуда испаряется фактически. То есть, происходит холодное испарение, так называемое. Замечательность этого метода в том, что не рвется клетка живая. В том плане, что ягода форму оставляет, да, я так понимаю? Да, да, да. Просто клетки становятся пустыми. Так они обычно заполнены водой. Слушай, но почему вкус-то остается? Это мне можешь объяснить? Ну, все элементарно на самом деле. Потому что, когда ягода заполнена водой, то есть, если мы берем, например, килограмм ягод, в этом килограмме почти 800-900 грамм чистой воды. А вкус дают как раз клеточные мембраны, то есть, собственно говоря, сами тонкие перемычки клеток. Ну и вкус ароматически разные вещества, которые можно причислить к маслам и так далее. Так вот, при этом методе сушки, в отличие от всех остальных, эти масла остаются на месте, никуда не испаряются, никуда не деваются. Как следствие, если мы открываем свежую пачку с ягодами, да и просто потом открываем контейнер, то имеем чистый, незамутненный ничем, неизмененный аромат. Как будто это пахнет очень насыщенно свежая ягода. Получается, как бы концентрированная ягода фактически. Когда мы ее используем в крем, то если мы добавим всего, например, 10 грамм сублимированной ягоды, то получится, как будто мы добавили почти 100 грамм натуральной, вот на такой маленький объем крема. О, кстати, погоди, ты знаешь, что я пробовал? Красить шоколад сублимированной ягодой. Да, но мы как-нибудь сделаем отдельно интересный ролик про то, как красить какао-масло и шоколад с помощью сублимированных ягод. Да, прикольный цвет получился тогда. Да, и вкус тоже замечательный. Мне особо нравится облепиха, просто волшебный. Так, мне кажется, я разошелся, здесь уже хватит, да, мне кажется? Давай, да. Отсаживай вертикальный. Ну, такие красивые штучки. А мы их сейчас, кстати, прихлопнем, да, и у нас получатся такие, то есть не трюфелечки. Можно их будет глазировать, конечно, как и трюфели, но мы так не будем делать, мы сделаем такие цилиндрики невысокие. Окей. Раньше приходилось мне страдать и мучиться, и вырубками ганаш вырубать, потом снова переплавлять, и снова, и снова, и снова повторять этот процесс. Ну, это, конечно, безобразие. Это и неудобно совсем. Вообще, мне кажется, эти трафареты очень удобны для тех, кто не имеет гитары, но очень хочет делать обливные конфеты красивыми и аккуратными. Все-таки с ножом и с линейкой тяжело резать. Видишь, гитара еще только прямоугольная форма, плюс ко всему замену струн и так далее, свой геморрой. Здесь все четко. Раз и готово, да. Здорово. Красота. Слушай, может, покажем шприц наш во всей крысе, на рекламную паузу прервемся? Я пока доцаживаю. Ага. Ладно, давай, я пока схожу. Рекламная пауза. Окей. Идем в наш торговый зал. Вот, собственно говоря, новая позиция. Вот шприц кулинарный. Видим цену. Видим, собственно говоря, вот оно, новое изделие. Полностью силиконовое. Жесткий пластмассовый стержень. Удобная ручка. И, собственно говоря, отверстие диаметром примерно где-то около 6-7 мм. Очень удобная вещь. Плюс ко всему пришли еще очень удобные кулинарные ножи. Обладающие вот таким вот острым краем. И достаточно жесткой, не ломающейся ручкой. Тоже очень полезная штука по привлекательной цене. Вот. Ну, остальные новинки мы потом покажем. А крем-алекард выглядит вот так. Вот он. Очень вкусная штука. Но кремчик для взрослых. Потому что содержит очень много спирта. Я вернулся. Я вернулся. А я уже запахнул. Молодец. Так, ну-ка посмотрим. Отходят у нас уже остальные диски. А у тебя же есть диски для того, чтобы прихлопнуть вот те круглые конфетки? Ну, для круглых есть. Но, ты знаешь, я бы все равно хотел все-таки прихлопнуть. Смотри, какая красотень получается. Раз. Все уже. Конфетка для глазировки готова. Здесь не очень аккуратно. Да, здорово. С другой стороны, смотри, если, например, отсадить конфеты на пленку, в смысле вот эти штучки на пленку, да, с рисунком, то получится сразу с одной стороны рисунок. А нужен ли он, как ты думаешь? Вот смотри, мы ее сейчас глазировать еще будем. А мы же можем заглазировать ее очень аккуратно, оставив рисунок. А, в смысле верхний рисунок ты имеешь в виду оставить? Конечно, конечно. Слушай, да, кстати, действительно можно и так сделать. Возможностей куча декоративных. Потом можно положить, например, орех или еще что-нибудь прямо под нее. То есть получится в центре орешка. Сейчас мы возьмем орешку. Давай, давай. Миндаль. Миндаль у нас качественный. Немножко почистим. Миндальную орешку. И положим ее в центр какой-нибудь конфеты. Слушай, а давай знаешь, как сделаем? Не, мы не так сделаем. Мы вот так вот сейчас украсим. Я сейчас еще один орешек возьму. То есть мы сейчас, смотри, вот так вот. Я его не буду чистить. То есть мы вот так вот его поставим. И как глазируем? И будут такие, знаешь, две бабушечки. Титаник. Бароход. Да, Титаник, Титаник, точно. Нет, давай я тоже еще один орех возьму. Давай. А что ты хочешь? А я хочу уложить его горизонтально. Понимаешь? То есть я хочу сделать вот так вот, смотри. А, потом... А, и заглазировать. Пряжать его вот этой штукой твоей. А, думаешь, надо? Может быть, тогда вот так и глазировать. Например, даже оставить орех открытый. И глазировать его не полностью, чтобы орешек остался, наверху торчал. Ну, может быть и так. Мы же с тобой лабораторные крысы. Да не говори. Делаем, что хотим. Не говори. Никто нам не указ. Что хотим. Нам главное, чтобы вкусно было. Мы за вкус вообще. Ну, не, мне еще нравится процесс такой. Знаешь, чтобы он был со всякими разными приспособами, которые позволяют делать быстро и качественно. Вот, кстати, я не люблю, когда конфеты, трюфель делаешь, делаешь, катаешь, катаешь. Вот, вроде понятная, простая конфета. И на первых порах кажется, что вот нет ничего проще, чем приготовить трюфель. Ну, когда ты 3000 конфет скатаешь, понимаешь, ну, его нафиг лучше корпус наделать. Раз и готово. А тут вот, вроде как, и вид оригинальный. Ну, так-то да. У нас батарейка садится, кстати говоря. Батарейка, ну да. Я надеюсь, нам хватит. Ну, смотри, я сейчас как кружочки еще только поприкрываю, чтобы успеть. Что мы с кружочками-то делаем? Все примерно то же самое, что и с овальчиками. Только вот таким вот образом. Давай я пока поставлю шоколад. Да, слушай, подогрею, буквально чуть-чуть. Сейчас мы взбодрим нашу шоколадную массу. И отглазируем несколько конфет. Да ладно, несколько. Сразу думаешь, что десяток? Нет, ну, конечно, десяток. Это что мы должны сделать? Немножко-немножко. Ну и, пожалуй, что все. Хватит. Перемешиваем. Ни в коем случае нельзя соскабливать вот эти вещи. Они никогда у нас не успеют растопиться, этот застывший шоколад. Лучше соскаблить его куда-то в другую миску. Разогреть отдельно. Дим, где у нас пирометр? Пирометр здесь, на, держи. Держу. Наш супертермометр. 29 показывает. Еще 5 секунд. Несмотря ни на что, мы знаем, что он у нас немножко врет. Никогда не показывает слишком низкую температуру. То есть, в его устах 29, это где-то 28,5. Следовательно, он никогда не дает слишком сильно перегревать шоколад. И это очень удобно. Пирометр с погрешностью? Да. Вот примерно 30. В принципе, смотрите, очень удачная жидкость. С погрешностью в верхнюю сторону. То есть, даже если он показывает нам ужасные 34 градуса, мы понимаем, что еще не все потеряно. Ну, а уже на грани холода. Ну, да. На самом деле, действительно, не разогревает? Ну, мы сделаем, где-то 32. Комочки. Комочки, это, конечно, плохо. Когда в шоколаде есть комочки, но это не очень хорошо. Но, мы же экспериментаторы. А в экспериментальной модели можно позволить себе некие допущения. Конечно, когда речь идет о серьезном производстве, такого делать нельзя. Я сейчас, Серега, сделал по прямой поступку. Знаешь, какую... Я же беру вилочку для глазировки. Где они, кстати? Ты их загнул. Не, я понимаю. Они вот там лежат. Где? Вот там, внизу. Ну, что-то я не вижу там. Они всегда лежат. Вот они. Вот. А, слушай, они уже так. Я гну всегда вилки, ребята. Смотрите. А я никогда не гну. Все время не вырубаю. Я прикажу все эти разогнутые вилки. Да. Потому что я думаю, что гораздо лучше использовать технику, которой ты наклоняешь миску. Да, пожалуйста, можно наклонять миску. Что думаешь? Ну, в общем, мы все время делаем все по-разному. Слушай, ну, это дает... Мне нравится, да? Что, шоколад? Да. Ну, шоколад как шоколад. По-моему, все хорошо. Опять же, лукер. Высокое содержание масла. Текучесть высокая. Все хорошо. Ну, да. Если только так. Дим, возьми паллету и паллет сковырни. Все, не майся. Сейчас, подожди. На конфету. Вообще, по-хорошему, лучше дать им возможность... Ну, конечно, закристаллизоваться. Да, закристаллизоваться. Тогда будет все намного лучше. Но мы же не можем ждать. У нас все в один дубль снимается. Ты снимаешь, да? Да, конечно. Кстати, обрати внимание. Эй. Так. Ну и вот. Видите? Красотуля. Красотуля. Следующая конфета. Надо нам, конечно, озвучить нашу лабораторию какой-нибудь легкой джазовой музыкой. А, для фонов? Я думаю, что когда-нибудь мы это сделаем. Да, Витима? Да, можно сделать. Смотри, какая красота. Давай еще сюда. Мастер, заглазируй еще что-нибудь такое. Чего поставим. А сюда? Давай. Рано, рано. Еще нет стерилизации в шоколаде. Нормально все. Смотри, какая красота. Давай, глазируй что-нибудь ореховое лучше. И все. И у меня аккумулятор уже показывает 2%. Все, все, смотри. Смотри, как я классно научился глазировать, когда в Бельгии был. Это, кстати, бельгийцы меня научили вот так вилки-то загибать. Вот они вот такие, они хорошие люди. Нормальные они, парни. Смотри. Нормальные парни. Вот смотри, эффект поверхностного натяжения, они сказали мне. Парень говорит, помни о том, что шоколад можно стягивать вот таким вот движением. Ну, принципиологично, да. Здесь, конечно, это не очень принципиально, потому что у нас достаточно жесткая донышко. Но когда у вас очень мягкая начинка, например, и этого донышка у вас нет, то... Эть, эть. Эть, эть. На велку все налипнет, кстати говоря. Как ты не бейся. Ну, у меня сейчас там произошел косяк такой, да? В виде кусочка шоколадного. Так, ну, давай еще вот это вот. Так вот красненько. Так. Ладно, слушай, 20 минут уже наснимали. Давай, помаши дядя ему ручкой. 20 минут. Да, скажи, девочки, пока-пока. Мальчики, пока-пока. До новых встреч, друзья. Все, пока. Пока.